Избитый в супермаркете инвалид второй группы дает показания полиции. Мужчину вызвали на допрос после того, как в сети появились скандальные кадры, на которых охрана магазина якобы избивает покупателя. Тем временем в торговой точке подозревают, что съемка это фейк. Подробности в репортаже. Эти несколько часов до встречи со следователем Елизар Кудымов общается с журналистами. Рассказывает, как все случилось. По его словам, в тот роковой день он зашел в магазин по просьбе супруги. Позже к нему подошли двое человек. Якобы они представились охранниками торговой сети. Парни потребовали вывернуть карманы. Когда я им начал высказывать, что вы не имеете права меня обыскивать, вызывайте полицию, я им предложил, они отказали. И один охранник другому говорит, давай тащим его в подсобку, сейчас он у нас узнает, как жить правильно надо. Что-то типа, как-то так вот они сказали. То есть я понял, что они меня собираются сейчас тащить в подсобку и сбивать. Вот в этот момент я включил видеокамеру на телефоне. Это то самое видео. Мужчину ведут по коридору, а потом начинают избивать. Елизар говорит, предупреждал, что он инвалид второй группы. В Челябинской больнице ему удалили часть легкого и четыре ребра. Сейчас он проходит реабилитацию. После избиения его якобы выкинули из подсобки через черный ход. Он сразу же позвонил в полицию, а потом обратился к медикам. Уверяет, что после инцидента пропал кошелек с двумя тысячами рублей. Сотрудниками ОМВД России по городу Челябинску проводится проверка по факту заявления инвалида о применении к нему насилия со стороны охранников супермаркета и хищения у него денежных средств. Все участники данного инцидента установлены. Сотрудники полиции выясняют роль каждого из них. Тем временем в магазине уверяют, видео может быть фейковым. Ведь парни, которые избивают инвалида, не похожи на охранников магазина. Форма не та. Да и видео было сделано в конце апреля, но резонанс почему-то появился только сейчас.